Продолжаем нашу послематчу пресс-конференцию. Ваше внимание в комментариях главного тренера Юрия Ильича Мусенькина. На том ваш вопрос. Прошлый матч был, наверное, с нашей стороны хуже первый тайм, а получше второй. В этот раз все поменялось, наверное. Первым таймом мы можем больше быть довольны, вторым меньше. И, в общем-то, даже можно так разделить, что когда мы повели, то, как мы удерживали счет, я бы хотел большего контроля за игрой в этой ситуации. Я понимаю, что мы создали моменты какие-то в этот момент, и они достаточно яркие, такие близкие, близкие, прям к голам. Но само качество игры, то давление, которое Динамо на нас оказывало, мы не всегда его хорошо выдерживали и правильно реагировали. И если в прошлом матче все-таки мы более-менее были всю игру цельные, то в этой игре есть, конечно, вопросы. Мы не всегда правильно перестраивались, и то количество новичков взамен и каких-то перестроений в игре, которые были, сказалось на нашей организации игре. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. С победой вас. Вы даже Владимир, Московская правда, если позволите, два вопроса. Во-первых, останутся ли болельщики, которые вас поддерживали, они гениальны, потому что они перекрикивали горстку тех болельщиков Динамо, которые пришли и которые совсем молчали. Так вот, вопрос. Они останутся до игры 5-го числа? Никогда не занимался я организацией, движения какого-то болельщиков. Наверное, здесь у каждого свои планы. Я не знаю, наверное, лучше спросить у каких-то клубных работников. Спасибо. И второй вопрос. Значит, учитывая регламент Кубка, чисто теоретически, вы в финале можете играть с тем же Динамо. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Если мы будем в финале играть с Динамо, то мы с удовольствием еще разок сыграем, с удовольствием. Но я тогда еще предложу перед этим еще товарищескую игру или две сыграть, потому что не хватает. Спасибо. Игорь, на пресс-конференциях... Косяков Александр, немецкий журнал «Кикер». На пресс-конференциях не принято выражать комплименты тренерам, но мне хочется вам сказать большой комплимент. У меня два вопроса. Первый вопрос – это вот когда перед жеребьевкой вы еще в том году получили в группе «Зенит» и «Спартак»… И факел, ну скажем, факел я не буду так сейчас переравнить к «Спартаку» и к «Зениту». То что вы тогда подумали и что как бы… И вот как ваши чувства тогда и ваши чувства сегодня? Ну то, что подумал, лучше не говорить, наверное, да. А вот то, что сказал ребятам, ну то, как мы вообще к этой ситуации должны относиться, себя готовить. Я сказал так, что мы однозначно не фавориты в этой группе. Но мы должны сыграть таким образом, что в любом матче где-то попробовать вырвать свои очки. Мы понимали, что будет очень сложно, но все-таки это кубок. Знаете, в кубке всегда немножечко есть чуть больше чуда, чем в других вот матчах. Но, наверное, где-то сложилось, где-то ситуация так вот повернулась. Но знаете, как в чемпионате мы почти все равные матчи выиграли, ой, проиграли. А вот в кубке где-то вот нам возвращалось, потому что были очень тяжелые матчи, особенно со «Спартаком». Ну там «Зенит» не без фарта, конечно. В конце мы только последние 20 минут мы забили гол и довели матч до победы. Там не были матчи, где мы полностью доминировали. Это невозможно было. Но, тем не менее, мы настраивались на каждый матч. И, в общем-то, ну как бы, как в любом деле, если ты стараешься, если ты за свой шанс угрызаешься, тебе всегда может немного повезти. Я не говорю, что мы там, что это только результат везения, но и в спорной ситуации кое-какие мячи влетели в нужный момент. И второй вопрос у меня. Вы потеряли двух ключевых игроков, которые перешли в несезонье от вас. Меняю в Мушенкову. Но сегодня, вот я наблюдаю за игрой, скажем так, мы не заметили потери бойцов. И у меня вопрос. Сейчас, когда у вас эти игроки ушли, вы встречались с руководством, какие цели они для вас ставили? Менялись ли они для вас? Или же все-таки вам сказали продолжать в таком же духе? Ну, знаете, в принципе, конечно, был разговор о том, что мы не должны откатываться. Что мы не должны играть хуже, чем раньше. То есть мы должны держать уровень, развивать футболистов и постараться сделать так, чтобы к нам больше ребят хотело прийти. Чтобы мы могли уже определенных футболистов легче удерживать. И не было такой большой разницы в классе, в уровне команды между, допустим, нами и теми командами, куда их приглашают. Наверное, потихоньку этот уровень команд, в которые могут нас пригласить, он уменьшается. И в какой-то мере нам это приятно. Но чтобы мы действительно поджимали уже наших лидеров, нужны вот такие победы, как, ну, например, в этом противостоянии с «Динамо». Мы находим лишних болельщиков в себе, количество болельщиков увеличиваем. Мы свою уверенность какую-то повышаем. Это очень важные матчи, очень важные победы. И мы должны идти дальше. Еще будут вопросы? Да, спасибо. Всем спасибо.